Ребята, всем привет, с вами Полина и игра Бури Скаллэшип Эдишн. Давайте я вам снова расскажу, что было в прошлой части. Кстати, мы познакомились в прошлой части с ещё одним новым ботаном, его зовут Эрнест. Ну или Эрнест, я не знаю, кому как удобнее так выговариваете это имя. Я думаю, что как вот Джимми, то есть главный герой, знал уже этого ботана, потому что он с ним так поздоровался, и вполне понятно стало, что они вроде как уже знакомы, но с другой стороны, мы-то его только в первый раз увидели, и как с ним успел Джимми познакомиться, я вообще, честно говоря, без понятия. Ну, может быть, он его, в общем-то, и не знает, ну, кто его знает, может, они вовсе не знакомы, может, они не друганы, но всё-таки этот Эрнест попросил Джимми, чтобы тот прикрывал его во время того, как он будет говорить свою речь. Речи он говорил для того, чтобы его выбрали будущим президентом школы. «Ничего себе у меня долларов семьдесят четыре!» А, подарки, это, наверное, те подарки, которые я девушкам могу подарить, да? Хм, интересно. Ну, так вот, и, в общем, я его, конечно, прикрывала, но это было очень сложно, даже имея, как сказать, рогатку с лазерным прицелом, хотя это, конечно, глупо звучит, я понимаю, но всё-таки. Так вот, даже имея такую рогатку, всё равно мне было достаточно сложно прикрыть Эрнеста, но, знаете, если бы не я, то я думаю, что он бы вообще не выжил, вот, потому что, ну, совсем уж, как их... Спортсмены тут вообще озверели в конец, то есть они прям нормально так взъелись на этого бедного Эрнеста, вот, и, я не знаю, если бы не я, то ему совсем уж плохо пришлось бы. Так, что-то вот как-то у меня со взломом замков. Так, всё очень плохо. Блин, ну в чём проблема? Почему так получается? Что я не так делаю? Ну, всё равно, как бы то ни было, я всё-таки помогла Эрнесту, и, наверное, он даже стал президентом, кто его знает. Чертовы невзламывающиеся замки. Так, это слишком опасно. Вы помните, здесь какой-то баннер висел? Что-то типа, приходите к нам в... в спортивный зал, что-то в этом роде. Сейчас этого нет. Вот, вот это вот было. Доджболгейм. Зарегистрируйтесь в спортивном зале. Ха, и что это? И как это понимать? Нет! Не то! Замок взломай! Давай ещё раз попробуем, Джимми. Блин, этот староста у меня на нервы действует. Повернул прямо сюда. Ах ты, староста. Ладно, тут ещё один замок. Так, мне кажется, староста он мне в покое вот не оставит. Он уже напал на мой след, и как ищейка. Ему просто... Он немножко след теряет, но совсем немного времени ему понадобится, чтобы обратно взять этот след. Хотя, я вот смотрю, он сейчас благополучно в другую сторону убрался. Вы представьте вот себя на месте Эрнеста. Вот вы стоите, да, говорите речь, которую вы так долго и упорно подготавливали. А какие-то спортсмены, переростки и неудачники, качки берут и забрасывают вас яйцами тухлыми, небось, гнилыми помидорами и так далее. Но это вообще неприятно. Эрнест мне заплатил, то есть ботаны, они уже, я так понимаю, выяснили, что если хочешь иметь со мной дело, если хочешь меня иметь на своей стороне, то лучше мне заплатить. Потому что бесплатно я не работаю. Ну, с одной стороны, это весьма удачное вложение их капиталов. Но, с другой стороны, как-то и нечестно в отношении их получается, да, все-таки. Ну, блин, какая это дружба, если ты платишь другу деньги за то, чтобы он с тобой водился. Нет, совсем ни в какие ворота. Так. Вот вы заметили, что после той миссии, где мне нужно было взломать шкафчик Мэнди, у меня что-то с обзломом замков вообще все очень плохо. Я не понимаю, что произошло со мной. Я разучила их замки, что ли, взломать или что, как-то понимать. Сейчас, и вот еще посреднее, если ничего не выйдет, я уже, наверное, тогда в конец разочаруюсь и никакой Хэллоуин не спасет. Сейчас, если не получится, то пойдем выполнять задание какое-нибудь. Ага. Сейчас меня старство захапает, да ладно. Это мой шкаф, это мой шкафчик, это... Фух. Господи, это страшно. Когда они такие выпады делают в мою сторону, это очень страшно, серьезно. Ужасно, жутко. Ну да, это было немножко больно, но все-таки лучше вот так вот пострадать, но убежать от старост, нежели попасться. Аааа. Страшно, страшно. Так, ладно. Где тут... О, приветик. У меня... Цветов у меня нет, но у меня... У меня конфеты есть. Странно, что он ей конфеты дать не хочет. Ну ладно. Пойдемте. Тут вот что-то времени сейчас нет. Оно куда-то исчезло. Но так, навскидку... А черт его знает, сколько времени. Ну, вряд ли 7 часов. Ну, может быть, 6 или сколько. Давайте попробуем выполнить задание. Надеюсь, что Джим не уснет. Как в прошлый раз. Помните, в 2 часа ночи упал. Да ладно, задание в моей комнате? Приветик. А что это ты в обуви? Эй ты! Ах ты фашист, фюрер! Ты Гитлер, что ли? Ничего, что я тут по твоему лицу топчусь? Нет, я думаю, что ничего. Как ты посмел в обуви на мою кровать залезть? Ладно, я. Небось там какой-нибудь костюм, я не знаю, бомжа-неудачника какого-нибудь, что-то в этом роде, в общем. Либо тона какого-нибудь. Ну, в общем, что-нибудь такое дикое, что стыдно будут одеть. Вау. Что? Да ты ботанам расскажи. Кстати, у него шрам исчез. На щике шрама нет. А был уже шрам на щике. А что, интересно, скажут учителя и в том числе директор, когда увидят вот его в таком костюме? Вау. Вау. Ой, блин, там Рассел. Вау. Ну, Рассел, конечно, выделяется из общей толпы. А что они на меня все набросились-то? Гэри, Питти. Что с Гэри и Питти? Блин. Ну, это Зайка, это... А, это Пит, что ли, Зайка? Вау. Пойдем, парни. Ничего себе, я думала, это хулиган Зайцем нарядился. А что Пит делает в костюме Зайца? Придумай, как прикололаться над учениками. Приклеить? А ну-ка, Гэри, повернись. Да не так. Так. Гэри. Гэри, стой ко мне спиной. Пожалуйста, Гэри. Чертва, Гэри. Ладно, да отстань ты. Так. Давайте этому ботанику на спину приклеим. Господи Зайц, что с тобой? Нечаянно не той... Не той жертве я на спину приклеила. Это мы так будем развлекаться. Слушай, у тебя улица изменилась. Ведь было все иначе. Я хочу... Ты ведь тоже в счет, а? Ну, я забросала уже трех вроде как яйцами. Что? В чем дело? В чем проблема? Жуть какая. Кстати, они... Так. О, вот. Смотрите, их уже разбросала. Они так могут очень сильно пострадать. У них, я не знаю, может руку оторвать, например. Стоп. Где Пит? Ты чем от Питом издеваешься, мудак? Устроить потасовку на празднике? Да запросто. Что, они такой крутые сейчас, да? Как Пития бежать, так это мой гораздо. И как мне дать сдачу, так все, не можешь. Он слабак. В общем-то, я и расчетала то, что он сдачи дать не может. Потому что, если бы мог, то было бы не очень здорово. Ну, короче говоря, такой очень странный праздник у нас. Тут вот развлекаемся, как можем. Ботаники, вы какие-то странные. Вы реально странные, ботаники. Уау, посмотрите. Тут была похоронена лампочка. Чего тебе, ботаник? Элджерон, а ты что не готов к празднику? Давай быстро переодевайся. Ботаник, чего тебе надо от меня? Жесть, ты... Ну, ты псих в подгузниках. Подожги вулкан 4000 рядом с какими-нибудь учениками. Так сойдет? Грейтесь, ребята, грейтесь. Только аккуратнее будьте, а то глаз может выбить. Особенно ты, рыженькая, которой я на спину приклеила. Непонятно что. Уэу. Бедная девочка. Эй, ты как? Слушайте, мне кажется, пора вызвать скорую. Вы на нее посмотрите, это же... Что с ней, бедная? Зачем я это сделала? Эй, кто-нибудь! Вызовите скорую, у меня телефона нет. Или учителей позовите. Короче, это был не я, я этого не делал. Уносим ноги отсюда. А где Гэри и Питти? Куда это они исчезли? Блин, девчонку жалко, реально. Стойте, что это с ней? Хромая ведьма? Эй, ведьма хромая, привет. Это же тот жердяй, да? Кажется, который мне бомбочки вонючки раздал... Не раздавал. Он заставил их покупать. У него их. Бомбы вонючки опять. Ой, извини. Нарываешься? Эй, ты. Тыква башка. Нарываешься на неприятности? Да блин. Ты верна на неприятности. А, фу, ну от тебя и воняет. Тыква башка. Отвратительно. А вот моя супер-рогатка. С прицелом особым. Такая классная штука. А, стойте. Вот ко мне еще посетители бегут. Эй, рыженькая, ты в порядке? Ты недавно была в ужасном состоянии. Ты как сейчас? Ты нормально себя чувствуешь? Руки целы. Все цело. Глаза на месте. Блин, я за нее правда распереживалась как-то уж очень. Ну, чего тебе? Давай попробуем помочь тебе. Дракула, чего ты хочешь? Чистоточный порошок? Да, блин. Да запросто. И снова эта рыженькая страдает. Привет. Привет, ботаники. Слушайте, ну, большой прикол большим приколом. Хотя, с другой стороны, если просплю, то потом не получится его снова устроить. Давайте попробуем сейчас. Просто я думала уже заканчивать видео, на самом деле. Ну, ладно. Жесть. Это издевательство от животных, нет? Она же может умереть. Ну, ты фашист, конечно. Да уж, а почему я должна в этом участвовать? А что мне с Чедом делать? Чед, ты чешешься, нет? Чед, у вас тут классно. Кстати, очень круто все сделали. Чед, прикинь. А Чед нормальный такой. То есть, ну... По нему видно, что... С ним будет сложно драться, я хотела сказать, но... Вы сами видите, что достаточно просто это было. Жесть, бедная собака. Фу, Герри, что ты делаешь? Фу! Ну ты вообще... Фу! Иди к учительской. Ну вы вообще, конечно, извращенцы. Почему бы Герри никто не избивает? Я хочу, чтобы его избивали. Герри, иди неси за мной эту фигню. Вонючку. А потом подожжем это, что ли? Я знаю, такой у американцев прикол есть. Ну, честно говоря, это какое-то... Бедное. Вот уж... Вот уж везет ей сегодня, да? Чего только с ней не происходит. Кто это сделал? Кто заставил меня несколько раз упасть? Вы об этом пожалеете. Герри вообще... Непонятно где. Нет. А, посмотрите, время-то на исходе. А, то есть мне нужно пакет из рук не выпускать. Ладно, ладно. Блин, я хотела в этих ребят пострелять. В этих влюбленных головков. Да, забавно. Костюмы у них забавные. У этих ребят, у всех. Только вот некоторые все-таки остаются в своих школьных костюмах. Ну, я не знаю. Знаете, какие-то сомнительные развлечения, да? Слишком жестокое все. И это праздник. Это вы называете праздником. Мне кажется, праздник это должно быть что-то светлое. Приятное. А тут незаконное проникновение. Я понимаю, мы с Герри, но рыжая девочка. Она ведь тоже, получается, незаконно проникла сюда. Я все еще псих... Что это, Герри поранился? Это как это так? Включи пожарную... А где она? А, вот она. Да уж, делали уже, знаем. А там же какашки. И... Красный костюм ниндзя. Да уж. Черт. Почему я? Почему всегда я? Блин, ну вот теперь меня этот монстр возненавидит. А, смотрите, у него задышка. Фуф. Слабак. Да уж. Ну, все, вроде как я выполнила задание на сегодня, да? Тем более, уже 10 часов, вообще пора спать, наверное. Эти все, конечно, могут праздновать, но я лучше пойду спать. Это вообще нормально вот? Эй, маленький мальчик, прекращай. Или тебя кто-то обидел там. Эй, мальчики, у вас костюмы одинаковые. Эй, гирли. Стоял рядом, подслушивал и смеялся над этим. Он не понимает, что я пикап-мастер. А он пока что не пикап-мастер. Да, вот кто это в таком нарядном платье? Платье принцессы. А-а-а, погодите. Это же та девчонка, которая была в раздевалке, да, для девочек. Эй, дамочка. Да ладно, неужели она в таком платье может быстро передвигаться? Ну и где она? Вон она. Как так получилось? Но тут, правда, даже порталы, видимо, есть какие-то или что. Блин, ты классная. Платье прикольное. Ладно, не хочешь со мной никаких иметь общих дел? Ну и не надо. И кого-то уже девчонок гоняют. Эй, девочки. Жесть. Как я? Как я? Как я? Ага, ага. Я тоже не знаю, что можно здесь сказать. Старосты, которые гоняют детей. Эй, ботаник, спать пора. Короче говоря, у всех праздник, все веселятся. Тут тоже кто-то невидимый играет постоянно. И мои милые домашние животные крысы. Конечно, куда без них. Это было больно. Ну, в общем, я не знаю, что здесь еще можно поделать. И все задания, которые были на повестке дня, мы вроде как выполнили, да? Как думаете, имеет ли смысл в этом костюме ходить и ходить? Все, я без сил просто упала на кровати. Все, спать. Спать хочу. Это был такой сложный день. Вау, кто-то меня переодел во сне. Спасибо. Спасибо кому-то. Нет, правда, спасибо. А то я была прям вообще без силы, переодеться была не в состоянии. Ладно, друзья, все, хватит шутки шутить. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите комментарии, ставьте большие пальцы вверх. Ну или же вниз, если видео не понравилось. Всем спасибо за просмотры, всего доброго. И до скорой встречи в следующих роликах по этой игре. Все. Adios, amigos.